Доброе утро! Как ни жаль, но вот и наступила последняя неделя лета. Но не стоит грустить, у осени тоже немало своего очарования. И уже сейчас мы можем насладиться великолепными урожайными натюрмортами на даче, на рынке. Я вот, например, люблю дома на кухне красиво выкладывать овощи в вазу для фруктов, а кто-то делает по-настоящему художественные закатки. Их художники во все время любили писать урожайные натюрморты, а некоторые и портреты из овощей. Сегодня мы с вами поговорим о неподражаемом, смелом, большом оригинале своего времени Джузеппе Арчимбольда. Об итальянском живописце-гении эпохи Возрождения, который обладал множеством талантов, но по-настоящему и еще при жизни прославился благодаря своим экстравагантным шедеврам с изображением человеческих лиц в виде композиций из овощей и фруктов и часто с портретным сходством. Эстет и почитатель природы нашел особую манеру портретной живописи. Вблизи картина представляет собой натюрморт из даров природы, но стоит отойти подальше, и сомнений нет, это портрет. Пожалуй, самая известная работа Арчимбольда – это портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна. Император Рудольф II был покровителем Арчимбольда, и благодарность за свое изображение, состоящее из спелых груш, тыкв, яблок, слив, даже пожаловал художнику почетный титул графа дворца. Вертум – древнегреческий бог различных даров и времен года. Тема времен года очень увлекала Арчимбольда, и он даже написал одноименный цикл работ, который состоит из прекрасных полотен – зима, весна, лето и, конечно же, осень, у которой нос – это сочная груша, щеки, наливные яблоки, ухо – спелый гриб. Вполне себе портрет нашей белорусской осени. Разумеется, художник создавал лица не только из плодов, он собирал воедино животных, птиц, растения. Так он видел и огонь, и воду, и землю, и воздух. И даже различные профессии, например, юрист, библиотекарь, официант. Некоторые его картины даже меняют жанр, если их перевернуть. Вот, например, полотно «Садовник» – портрет, а если перевернуть – натюрморт. Кисти этого художника принадлежат и более реалистичные классические полотна, например, портрет Максимилиана Второго с семьей, различные портреты знати тех лет. Арчимбольда был мастером на все руки и вкусы. Популярность художника была огромной. Ему заказывали картины «Монархи», а он, шутя, превращал портреты в натюрморты и обратно, в зависимости от взгляда зрителя. Живописец явно обладал блестящим чувством юмора и своим собственным представлением, из чего же состоит человек. Картины Арчимбольда восхищают, веселят и одновременно заставляют задуматься. Ну что же, я вам говорю до свидания. Пусть ваша неделя будет насыщенной событиями и яркими деталями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!